переходный период у нас проходит когда у нас переходный период бутерброд номер два фирменная волна от андрея опа фигера от слова feel заполнять это не русское слово русская наверное это профили до вилки пластичность такую особую именно после процесса вакуумирования дорогие друзья у нас в гостях мастерская никодим алексей аверин и хромцов андрей привезли глиномялку непростую а с вакуумом мы через нее прогоняем трубы и шамот с вами сегодня я илья калашников на волшебстве керамики здравствуйте здравствуйте древние говорили все боится времени а мы добавляем время боится керамики добро пожаловать на мой гончарный интенсив который будет у меня в мастерской здесь и мы будем крутить ложки тарелки горшочки чашки и соберем волшебный глиняный чайник за гончарным кругом это интенсивная программа она идет пять дней ссылка в описании сейчас сейчас федор иванович подпустим поближе огонь ваааааа я его обожаю блин круто я увидел включение изделия готова спасено будет выщищать шедевр спасибо итак друзья сегодня обзор глиномялки непростой а с вакуумом алексей аверин из ярославле приехал сквозь подмосковные пробки да да и вот еще и вакуум насос такой притащил есть такой расскажите пожалуйста что это такое с чем его едят чем обычная глина мелко от вакуума отличается обычная глина мелко отличаться тем что у нее нет такой возможности убрать лишний воздух из массы которую мы переминаем и вот как раз это камера позволяет нам здесь создать вакуум и глина проходя через эту камеру она получается деаэрация то есть убирается воздух где аэрации как и страшное слово да друзья напомним что пузыри в глине это небезопасно они взрывают ваши изделия не дают их отцентрировать на гончарном круге и вообще вредные эта вещь да ну и плюс надо отметить что после вакуумирования меняется свойства самой массы и когда она проходит через процесс вакуумирования она становится более пластичной более плотной и лучше формуется для больших изделий либо вот для допустим формовочных станков когда используется материал то есть это незаменимая вещь именно для многих процессов сколько такая штука весит порядка 100 килограмм зависит от наличия каких-то дополнительных секций и какому на сейчас у нас комплектации скажем так но в основном производстве и заказывают для каких нужд их берут это уже для достаточно больших производства поскольку производительность порядка 600 килограмм в час позволяет она переминать глину большой плотности даже шамотная масса она уже хорошо переминает сегодня увидите да это происходит вакуумирование позволяет давать сырье для различных каких-то технологических приемов типа формовки или допустим работы с большими изделиями либо пласта раскатчики уже могут катать пласты из такой глины для больших каких-то производств то есть это уже да это позволяет оснащать ну на 20-30 человек загружать работы легко это нержавейка да все что соприкасается у нас с глиной она выполнена из нержавеющей стали и она легко моется легко разбирается то есть можете обратить внимание она у нас состоит из трех секций если вам требуется быстро поменять одну глину на другую она снимается по частям то есть вот эта секция до потом отличается от этой да и отвинчивается и все это разбирается и дальше можно мойкой керхера типа керхера отмыть ее достаточно быстро где-то за 20 минут полностью вычистить и загрузить другую глину что вы себя не ограничивали используем одного сорта допустим красной глины или черного шамота вы можете разобрать промыть и использовать уже для переменки белых сортов либо фарфора не потеряв при этом не грамма на то что у вас будет смешано с предыдущими сортами и засориться другими сортами темный глина глина у меня есть подготовленная давайте разрежем и от вакуумируем вот так ну для удобства использования нам нужно разрезать глину на куски которые мы будем помещать внутрь глиномялки соответственно стараемся сделать так чтобы у нас было в размер примерно нашей камеры загрузочную комочки живой глинки сейчас пойдут расход готова ну все можно приступать к работе так по это ваш технический директор до автомат вот там у тебя какой-то автомат который не дает крутится шнеку когда она ручка поднята так здесь у нас да есть выключатель который позволяет нам не включать глина мелко пока у нее не опущен рычаг чтобы у нас камера была закрыта во время работы то есть на случай если у вас есть те люди которые будут туда кидать что-то ненужное огурки там напрямую да то есть чтобы аграя риска повреждения того и на самом деле безопасность очень важно но она отключает полностью глиномялку при открытии рычага если это будет вам сильно мешать то это можно отключить на свой страх и риск если вам так удобнее то есть у нас просмотрена возможность отключения этой автоматики сейчас мы умея работать правильно и хорошо отключаем автоматику и работаем непрерывном режиме сначала ее надо заправить глины до килограмм 20 нужно на заправку где-то до 15-20 килограмм глины помещается внутрь глиномялки то есть вот это друзья одна валюшка уйдет только на заправку да да и глина пойдет только со второй валюшки может чуть пораньше так а здесь что-то видно нет или как да она идет проходит там ее видно вот 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 там да а как она там делится и зачем зачем то я знаю наши зрители разбивается на отдельные потоки и для того чтобы облегчить ее вакуумирование то есть когда мы включаем вакуумный наш насос происходит процесс забора воздуха вот эта крышка она уже не снимается то что просто лежало до этого момента вы уже попробуйте ее даже не снимал вы ее уже с всем усилием которые можете приложить вы ее не снимете то есть создается вакуум который уже здесь у нас позволяет убрать весь воздух так здесь она там шипит уже как змея вот там то есть у нас вот здесь происходит закупоривание и здесь закупоривание получается у нас замкнуто пространство есть крышка здесь у нас включается закупоренная и у нас полностью герметичное пространство для работы нашего вакуум-насоса ну вот получается почти вся валюшка ушла не на мелкую и пошла уже первая отдача выдача с дырочкой переходный период у нас проходит когда у нас дырочки не будет переходный период да тогда она у нас набивает конус когда она выравнивается здесь по плотности ну-ка уже лучше уже только один маленький пузыречек остался она еще идет без вакуумирования так а вот тут я вижу какая-то бахрома видна это вот как раз она там делится режется да да и небольшое количество она может попадать в вакуумную камеру а здесь уже упругая таблетка пошла так поскольку ее надо резать ваш формат для удобства использования как правило не больше 35 сантиметров то где-то вот такой брикет получается нормально а он и конечно и больше где-то получается 5 килограммов такой вот такой на какая упругая если есть весы я вот не хочу обманывать потому что честно говоря может 5-5 а глина зависит конечно тут взвесили это порядка 30 сантиметров вот весят почти 5 килограмм 4 с половиной там 32 35 сантиметров будет точно весить 5 килограмм ну и смотрите какое гениальное решение можно использовать эту же глину в качестве роликов валиков по которым эта глина вынимается да можно ее теперь закатать большой бублик и обратно заправить будет вечная глина мялка это форма такой шпажки но обратите внимание она очень гибкая она не рассыпается не трескается то есть она держит форму и приобретает некую резиновость в своей пластичность такую особую именно после процесса вакуумирования да а вот расскажи историю эту интересную как глина теряет воду и сколько вообще воды в ней ну был случай когда зимой было очень сухо и мы отправили клиенту упаковки глины и по приезду он пожаловался что у него не хватает где-то по пол килограмм 10 килограммов брикетель веса мы очень удивились поскольку обычно добавляем где-то пол килограмма сверху и потом просто уточнили оказалось она высохла по дороге за счет того что зимний воздух очень сухой и просто надо было добавить воды просто добавь воды да в глине это иногда бывает очень важно особенно для сохранения пластичности вот сейчас мы можем увидеть что здесь у нас отпотевает наше стекло вакуумной камеры и это говорит о том что часть влаги уходит вместе с забираемым воздухом и соответственно глина у нас становится менее влажной более плотной как раз именно еще и поэтому она приобретает такие новые свойства после процесса переменки вакуумирования а можно и воды доливать туда тогда она будет более влажной можно да но это не обязательно то есть в принципе если она уже достаточно увлажнена этого будет достаточно просто перемять и герметично запаковать здесь у нас представлена длинномялка среднего размера вот диаметр выходной 100 миллиметров если вы посмотрите внимательно то здесь увидите отверстие на фланце да вот можно даже замерить да входной диаметр 100 миллиметров у нас да можно увидеть что у нас здесь есть отверстие для установки фланцев они сделаны специально для того чтобы можно было ставить фильеры которые продавливают уже профильные какие-то на выходе либо полые трубы какие-то либо какие-то профили для работы плиткой и так далее то есть она заточена для того чтобы работать с какими-то уже промышленными насадками есть есть у нас и модель у которой 100 больше 100 миллиметров уже сейчас Андрей подскажет 160 160 миллиметров то есть она больше это где-то в полтора раза длинномялки выдает она тонну 200 килограмм в час тонну 200 килограмм да то есть это у нас выдает порядка 600 килограмм зависит от того как вы глину быстро будете подавать на самом деле если не лениться можно выжать и больше ну вот вы видите что буквально за минуту мы выдавливаем колбасу 5 5 5 5 то есть 25 килограммов соответственно за час мы выдаем очень много таких вот колбасок если у вас есть сложная глина конечно ее может потребоваться перемять 2-3 раза поэтому большая производительность очень нужна именно для каких-то смесительных работ если вы добавляете шамот или вы добавляете какие-то присадки либо смешиваете два сорта глины разных для их перемешивания нужно сделать проход два раза то есть вы берете первый проход черновой и второй у вас проход уже полностью делает гомоенную смесь двух софтов глины смотрите друзья какая фантастическая фактура на изгибе когда вот она здесь у нас поворачивалась так а это сколько это уже за пять да пять с половиной у нас получается 38 сантиметров 35 сантиметров 5 килограмм так оба есть на маленькие кусочки и и сразу на круг можно вакуумировать без проминки можно так что режем мы здесь дальше мы сейчас покажем трюк фокус андрей продемонстрировать нам самый главный фокус так это гамбургер да 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 крокодил да идеально чистая смотрите как вы видите здесь у нас ни одного пузырика не затесалась еще бы только бы попробовал бутерброд номер два фирменная волна от андрея опа у нас уже море да друзья скоро мы едем на море я нам рассказал о своей поездке мы ему завидуем присоединяйтесь к нам да информацию и рассказов интересных за кадром тут мы прикрутили вот такую штуку фильероприемник наверное адаптер да для наших фильер которые используются в ручном варианте экструдера настенно-механическом который у Ильи уже благополучно висит на столбе тут рядом да можете посмотреть по ссылке фильера от слова фил заполнять это не русское слово русские наверное это профили давилки да различные профили для выдавливания силуэта выдавливателя сегодня мы сделали адаптер для того чтобы наши вот эти обычные фильеры закрепить на нашей необычной глиномялки и позволяет это нам использовать уже имеющиеся универсально как для ручного выдавления так и для работы с нашей глиномялкой ну давайте поставим Андрей давай установим тогда и продавим шестигранную трубу для начала нашего вот такого теста ну пока Андрей закручивает я вам покажу трубы вот они шестигранники мы их выдавливали на ручном экструдере из глины брауни кстати говоря который вы производите точно ну вот здесь видны огрехи из-за того что вакуумации не было ну это все таки да ручной экструдер в который глина попадает без предварительной подготовки как вот заложили да ну с вакуумацией таких не будет сейчас проверим проверим тест да запускаем вообще глиномялки каких типов бывают и какие используются где вообще основное подразделение глиномялок это одношнековая как наша большая часть немецких английских и американских глиномялок а также бывают двухшнековые это такие как допустим шимпо Япония и некоторые американские глиномялки в чем их основное отличие как правило одношнековые это проходные глиномялки в которых закладывается сырье оно проходит и перерабатывается в процессе прохода ну собственно как мясорубка да а у двухшнековых как правило есть некая камера для принятия глины которая позволяет сначала подготовить сырье для работы а потом уже его экструдировать и получать готовое сырье качественное на выходе но к сожалению они более медленные по своей скорости работы то есть производительность у них меньше чем у однопроходных вот смотрите что у нас с трубой она идет быстро и гораздо более качественно то есть здесь никаких нет огрешностей на стенке она гибкая она красивая уплотненная если ее положить на какой-то движущийся столик то можно получить очень неплохую трубу наверное для работы а если к ней прилепить ежика еще или там сороку или какого-нибудь зверюгу то можно использовать как садовый колышек да друзья предлагайте все-таки в комментариях уже там предлагали что же можно сделать из таких садовых колышков и водопроводов ну я думаю для шестигранной трубы достаточно сейчас можно попробовать круглый допустим овальный профиль у нас такие большие возможности итак круглая пошла в расход труба круглая кстати можно производить стаканы это граненые у нас шестигранные стаканы это будут круглые пошла труба вот она уже чуть-чуть подвылезла это похоже на какую-то ракушку стаканы производитель по сравнению с зарубежными аналогами мы ничем не уступаем по потребительским характеристикам но два в три раза ниже по цене что очень должно быть радостно для наших потребителей поскольку мы живем в России для нас это очень важно так так я не успеваю ее резать вот такая друзья производительность сейчас мы все в колбасах в этих супер производительность она стала быстрее давить а потому что весь объем идет через небольшой профиль и соответственно скорость увеличивается строго в соответствии с законами физики да но кстати строго в соответствии с законами физики круглая труба менее жесткая чем шестигранная глина кончилась глина друзья можно брикеты эти еще вот обратите внимание мы поработали у нас часть глины попала в вакуумную камеру теперь нам необходимо ее почистить для этого просто выключаем вакуумный наш насос и мы не откроем крышку она присосалась она очень плотная для этого нам нужно просто отсоединить наш шланг он подсосет воздух сжился да мы уже легко откроем крышку и дальше мы можем достать вот это легко глину которая сюда попала буквально за секунду мы очищаем камеру и она готова дальше к работе можем снова переминать нашу глину поставив назад решет а вот здесь она в лапшу измельчается да то есть там она проходит но для того чтобы оттуда уходил воздух достаточно просто чтобы здесь был проход воздуха туда внутрь в кабель то есть он своим разрежением будет вытаскивать оттуда весь лишний воздух то есть мы дальше ставим шланг обратно вакуум насос включаем и запускаем работу геномелки и все труба пошла опять внимание все вот так вот и последний путь я буду перекладывать так первую партию готов жидковато немного но поглядим как будет аппарат работать как заготавливают глину вот так интересней жить вот она силища в руках девать то некуда было а тут гляди что делается вакуум и и и и и и и и и партнер куда как восьмая подоспела шамотная масса весело похрумкают для на мелких как сахар как сахар вы не поверите друзья этот самый инопланетянин сделан из белого шамота но на самом деле он черный потому что он с немножко с добавлением красную шутка конечно но вот этот черный шамот отлично вакуумированный вакууматором до нашим он превращается вот в такой вот белый это конаковский шамот известный керамистам в узких кругах и вакуум конечно четко сработал то есть все уплотнил да нам потребовалось всего лишь включить вакуумирование поначалу мы сделали без него получилась рыхлая масса но когда мы включили вакууматор у нас пошла вот такая плотненькая очень колбаска можете убедиться что все перемялось хорошо и все я думаю я сделал очень хорошие новые работы из этого материала особенно это полезно когда лепишь что-нибудь большое вот я лепил огненную скульптуру больше метра она у меня была высотой я так понимаю что это штуковина стоит дешевле чем иностранные аналоги в два раза как минимум да это средний наш агрегат он 225 тысяч сегодня стоит у нас есть маленькая совсем где на мячка за сто тридцать две тысячи она для того чтобы вы могли небольшой студии переминать небольшие объемы глины готовится к работе это вполне достаточно и совсем больше да есть ее турбирована версия чтобы шамот на глины переминать за 170 и как бы вот самая большая где-то в полтора раза больше вот этой уже промышленная если на мелко очень большая да она примена больше тонны в час то есть это уже для больших производств которые работают с тысячами изделий в месяц скажем как же эту штуковину отмывать очень просто разбираем моем керхером и собираем обратно вот тем самым который я заливал именно которым заливаться мод но пойдемте давайте Продуктивно у нас прошел день. Намяли мы шамота, намяли красной глины и труп понаделали. И, конечно, глиномялка – вещь очень полезная, а с вакуумом вещь полезная вдвойне. Так что ссылка внизу на глиномялки на все Никодим в описании. А с вами был я, Илья Калашников, Андрей Хромцов и Алексей Аверин на «Волшебстве керамики». До скорых встреч! Счастливо! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok